МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаю, многие мечтают купить квартиру в так называемом элитном жилье, чтобы обрести, наконец, респектабельных, спокойных соседей. По мнению автора фильма, высотка – это наивное ожидание. Об обитателях дорогого террариума и лучшем из злодеев в томе Хиддлстоне рассказывает Ольга Касьянова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высотка – экранизация романа Джеймса Грэма Балларда, того самого темного гения, по которому Кроненберг когда-то снял провокационную автокатастрофу и немало смутил Канны. Антиутопии Балларда страшны, причудливы и притягательны, так что ждать от высотки можно что угодно, кроме скуки. В центре сюжета врач Роберт Лэнг, недавно заселившийся в элитную высотку в стиле лёкор-бюзье и погрузившийся в автономный кастовый мирок зависти и порока. Играет молодого физиолога Том Хиддлстон, главный специалист нового английского кино по дурным наклонностям. По-настоящему опасны именно такие замкнутые в себе люди, как вы. Возможно, вы правы. Сам Хиддлстон – небольшой любитель апартаментов и кондоминиумов. Но если бы он задался целью оформить себе квартиру мечты, его соседям пришлось бы не сладко. Думаю, там всё было бы очень простенько. Я простой парень на самом деле. Но главное, там была бы музыкальная комната с пианино и другими инструментами. Возможно, барабанная установка и несколько гитар. Я бы оттуда не вылезал. Другими словами, по музыкальности Том не уступает своему персонажу Адаму из самого стильного фильма последних лет. Выживут только любовники Джима Джармуша. Ещё один тёмный, но чарующий образ. Пятисотлетний вампир, предающийся байроническому склину и недели напролёт пишущий депрессивный рок. Но, как ни странно, блондин Хиддлстон стал темноволосым героем романтической готики вроде любовников Джармуша или багрового пика Дель Тора благодаря гораздо менее величественной роли нерадивого Локи, младшего брата Тора в очередной марвеловской саге. Франшиза о Торе и Мстителях принесли актёру славу образцового злодея, алчного и завистливого божества, по-человечески неуверенного в себе. Поэтому Локи сулят долгую жизнь. По крайней мере, в третьей части Тор Рагнарёк он точно появится, чему Хиддлстон в общем рад. К своему роману с голливудским комикс-экшеном он относится легко и без особой рефлексии. Я люблю экшен, потому что на нём можно наконец-то мозг выключить. Это же почти танец. И когда движения выучены, всё, что мне нужно, это наполнить эти движения эмоциями сцены. Все эти удары, подачи, приёмы – это практически всё состояние дзена. Конечно, неплохо выключить мозг после Оксфордской школы, Итанского колледжа, Кембриджского университета, больших театральных постановок, премий Лоуренса Оливье и многочисленных гастролей. Кстати, в Россию Том приезжал задолго до рекламных туров «Мстителей», привозил Шекспира. Любой голливудский балет на зелёных экранах даётся легко после трёхчасового выступления в роли кровавого Кориолана или Отелла. Ещё парочка неоднозначно тёмных образов в портфолио Хиддлстона. Тяжело, конечно, всё время играть негодяев и декадентов. Негативные эмоции, хоть они и ненастоящие, высасывают всю энергию подчистую. Зато негодяй Том безупречно вписался в тренд на высоких англичан со скелетами в шкафу. Не зря в багровый пик его взяли на замену сверхпопулярному Шерлоку. И в марафонской гонке джентльменов за мировую славу эксцентричность Камбербэтча ещё может проиграть харизме Хиддлстона. На Томе не только плащ и смокинг сидят, но и тройка Скотта Фиджеральда, и ковбойская шляпа кантри-певца, и, конечно, кожаная косуха. Главное – вырасти из комиксов. За лучшего злодея дают только премии MTV, а для Оскаров нужно что-то посерьёзнее. Шекспир, например, или Баллард. Как вам высокая жизнь? Склонна к приступам мании, нарциссизму и сбоям электроэнергии.